Каждый погожий день на вес золота. В Чуваш идет уборка картофеля и овощей. С ходом работ в Маргаушском районе познакомился глава республики Михаил Игнатьев. Вот так вот день за днем, невзирая на погоду, в две смены в Юнгинском сельском поселении Маргаушского района идет битва за урожай. В полях работает импортная техника. Ручной трот практически не используется. На сегодня убрано больше половины всего посаженного картофеля, а это свыше 1 тысячи тонны. Урожайность 200 сантиметров с гектара. Подход к уборке здесь особенный. Весной второй хлеб посадили по голландской технологии, при которой междурядье составляет 90 сантиметров, при привычном для нас 75. В таких условиях корнеплод отлично растет и сохраняет влагу даже в засушливое лето. Средний сорт, хороший сорт. Покупатели очень красный любят. Поэтому сейчас там дальше кураж пойдет. Голландский сорт тоже элитный. Свои покупатели, да, в основном? Каждый год разные. В прошлом году Магнитогор сбрал. В этом году Ростов надо, но все закупает полностью. Догр закрутили. Цена устраивающая? 7 рублей. Михаил Игнатьев порекомендовал цену не сбивать и активно принимать участие в городских выставках-ярмарках «Дары осени», чтобы горожане также могли закупить на зиму качественный, экологически чистый продукт. Глава администрации района Ростислав Тимофеев рассказал, что еще каких-то 4 года назад о таком урожае местные аграрии могли только мечтать. Ситуация была плачевная. На полях рос бурьян, об иностранной технике никто и не думал. Все изменилось, когда появились инвесторы. Инвесторы пришли. Сегодня они в этом поселении обрабатывают более 1000 гектаров земли, которые раньше были заброшены. И поэтому позитив он всегда есть. Потому что, да, и сельское хозяйство всегда мешает погодные условия. Это объективный фактор. Но, как указал Михаил Игнатьев, есть только технологии. Применяя новые технологии, новые методы подхода к работе и на выращивание того же картофеля можно добиться результата. Сейчас за маргаушскими овощами приезжают фуры из самых разных регионов страны. Только картофеля нынче на Юг России везут около 500 тонн. Часть урожая идет на семена. В здании бывшей молочно-товарной фермы предприимчивой аграрии организовали овощехранилище. Для того, чтобы картофель и другие корнеплоды можно было хранить круглый год, установили оборудование, которое сохраняет специальный микроклимат. Места в картофельхранилище еще предостаточно. Главное сейчас собрать то, что посадили весной. Не уберут урожай, они потеряют, прежде всего, финансовое отношение. Мы, органы власти, должны создавать условия, субсидировать все направления государственной поддержки, вовремя трансформировать. Исходя из этого, на сегодняшний день у них есть интерес убрать весь урожай, который на сегодняшний день зреет на полях. Глава республики осмотрел также поля с озимами. На данный момент ими в Маргаушском районе засеяно почти 5000 гектар. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.